Книжная вселенная Метро 2033 довольно богата на различные детали. Погружаясь в романы по мотивам проекта Дмитрия Глуховского, ты находишь ответы на многие интересовавшие тебя вопросы, которые так или иначе возникали в процессе прохождения игр. Одной из таких загадок для меня была судьба Чернобыля и близлежащих к нему районов после ядерной войны. Согласитесь, Чернобыль после событий 1986 года в принципе не самое приятное место, а тут еще и ядерная катастрофа вносит свои коррективы в и так непростую жизнь местных обитателей. Плевать разве что только Сидоровичу, просто как обычно повысить цены, да и все. Впрочем, давайте обо всем по порядку. Усаживайтесь поудобнее, вы находитесь на канале Реквайтл, а я начинаю. Итак, война. Так сложилось, что Чернобыль в ходе этой ужасной катастрофы не пострадал, поскольку считалось, что в 30-километровой зоне от атомной электростанции находится заповедник, и, соответственно, никаких людей там нет. Поэтому сразу же после начала военных действий, выжившие из близлежащих населенных пунктов начали собираться в зоне отчуждения, ибо радиационный фонд там был куда ниже, чем в городах, которые поразили ракеты. Но спустя время последствия ядерной катастрофы все-таки начали сказываться на этих территориях. Постепенно начали появляться тучи, которые несли за собой радиационные осадки из других мест. По сути, Чернобыль начал превращаться в такой же по степени загрязненности места, как и все прочие. Однако люди все же смогли укрепиться, преодолев все невзгоды. А благодаря тому, что места эти были долгое время нетронутыми, на территории зоны отчуждения развелось большое количество диких животных, на которых выжившие начали охотиться, попутно вылавливая речную рыбу с помощью сетей. Жизнь устаканилась. Чернобыль стал для многих людей домом и спасением в это нелегкое для человечества время. Выжившие даже стали использовать заброшенные постройки города Припять по их прямому назначению. Так школа впервые за долгое время приняла класс учеников. Впрочем, через 10 лет в Чернобыле появились непрошенные гости, которые разрушили это благоприятное место. Это были мутанты, которые пришли извне. Они начали поедать местных животных и уже вскоре добрались и до выживших, которые были совершенно не готовы к появлению таких быстрых и свирепых тварей. Люди стали укреплять свои поселения. В буквальном смысле этого слова возводят крепости, чтобы спастись. Со временем усилившиеся ядерные дожди и нехватка пищи привели к разобщенности между выжившими. Общество стало деградировать и впоследствии уже стало больше походить на племя дикарей. Они начали миновать себя сталкерами и поклоняться некоему древнему богу Боблу и законсервированному ядерному реактору Чернобыльской АЭС, который был для них символом, который когда-то связывал их с привычной жизнью. В общем, как-то так. Последние подробности, конечно, являются очевиднейшей отсылкой ко вселенной сталкера. Впрочем, почему бы и нет. Все-таки две эти вселенные имеют много общего и по сути так или иначе где-то переплетаются. Ну а на этом у меня все. Пишите свои комментарии, ставьте пальцы вверх, обязательно подписывайтесь на канал. И еще увидимся!